Добрый день! Меня зовут Кирко Наталья, мастер соломоплетения. Сегодня я вам покажу невеликые декоративные элементы, какие зараз вельми сучасные в белорусским соломоплетении. Это будет на прикладе такого василька, мною распроцовано. Вот такую пелестку я покажу вам, как в лесте. Для этого необходима размошенная мокрая солома. Когда это соломяная трубочка, то нужно создать соломяные стужки. Для этого у меня есть специальный пробор, которым я расчепляю соломку. Сегодня таких проборов шмат и рудные мастеры по-разному находят, как их найти и разрезать соломенную ловлю. Мне осталось 3-4 соломяные стужки. Начинаем плесить эту пелестку. По-звычайным чином мы начинаем плесить любую пелестку для любой клетки, или просто зубки. Вот, когда мы сделали это простое и ведомое усим рухе, нужно установить две соломяные стужки. С правого боку, затем с левого боку. Переплетение, как у шахматной парадки. Соломенку по соломенку, наверх и под низ. Затым мы закрываем эти соломенки. Соломенки справа и пропускаем прозадную соломку. Злева и пропускаем одна прозадную наверх и под низ. А потом мы закрываем лужки те соломки, яке трешали нам угору. И также их проклетаем таким самым шахматной парадкой. С правого боку и потом с левого боку. И далее так само закрываем просто соломенками, яке знаходится злева и справа. С правого боку раз одну пропускаем, униз да и вверх. С левого боку пропускаем так само, униз да и вверх раз соломенку. Так мы можем выполнить, до того часа, пока не скончится солома, довжения соломы. Чи до того часа, пока нам потребна та довжения полестки, яку мы выполним. А коли мы на плецем таких шмат полестков, мы зберем их у такую кветочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok